Мы решили спросить у жителей Саратова, сколько денег им нужно для счастья. Оказалось, запросы у наших горожан намного скромнее, чем у среднестатистического россиянина. Я думаю, счастье не мерится, деньги. Счастье в детях, в семье, в жизни. С такими ценами, которые сейчас у нас скачут постоянно, сумму назвать невозможно. Ну, хотя бы, может быть, 50. 1050, наверное, если только так. Для скромно-то. Ну, сколько для пенсии, ну, сколько. Ну, 30-ник бы дали бы, мы бы уже, и цены бы без изменений, было бы замечательно. 1050. На ребенка и себе. Хотя бы 1020, не меньше. На Западе, это в Европе все получают пенсионеры 20 тысяч, а мы копейки. Хотя бы 1020 где-то. На проживание, на питание и все. На самом основном и все. На двух работах еще работаем. Мы получаем не больше 10 тысяч в месяц. И это очень мало для того, чтобы жить даже в этом городе. Я бы хотел получить хотя бы 30 тысяч в месяц. У меня запросы маленькие, мне бы 500 тысяч хватило. В первую очередь на содержание своей семьи, чтобы хорошо одеться, не заботиться о квартире. Ну, миллиона три, я не знаю, мне бы хватило. Конечно, эти больше лучше, но мне бы три хватило. Попутешествовать, естественно. Автомобили люблю, купил бы авто сразу себе. Чтобы хватало на еду и на одежду. И сходить в кинотеатр, в цирк, в театр. Ну, миллиона, наверное, хватит для меня, кажется. Миллиона хватит. Как показал наш опрос, для многих саратовцев ежемесячный доход в 30-50 тысяч рублей – предел мечтаний. Исходя из этого, местные чиновники и депутаты – счастливые люди. Так, оклад губернатора Валерия Радаева составляет порядка 134 тысяч рублей. Такое же денежное довольствие и у председателя областной думы Владимира Капкаева. У полномоченной по правам ребенка Юлия Ерофеева получает больше 114 тысяч рублей в месяц. У министров областного правительства доходы поскромнее – 100 тысяч рублей в месяц.